В условиях роста религиозности среди населения священнослужители зачастую становятся авторитетными лидерами, которым прислушиваются верующие. Да, сегодня имамы и козы должны работать над повышением своего имиджа, считают эксперты. Это опрятный внешний вид, глубокие знания в области религии и их морально-нравственные убеждения. Процесс роста религиозности среди населения с одной стороны и уход в экстремистские течения некоторых граждан с другой дал понять, что в таких условиях функции имамов не должны ограничиваться лишь проведением религиозных ритуалов. Современные вызовы обязывают имамов пересмотреть свою роль и функции в обществе. Эта категория людей несет большую ответственность в том числе за моральное и нравственное состояние общества. Если будут в обществе какие-то морально-нравственные проблемы, разводов очень много, пища очень много, в таких случаях они должны работать очень интенсивно, взаимодействовать с населением. Чтобы направлять верующих в созидательное русло, имамы должны поднимать свой имидж. В этом им помогает фонд «Иман», который уже второй год проводит тренинги для священнослужителей. По словам председателя Нурджигита Кадрбекова, имидж имамов зависит от ключевых составляющих – внешнего вида, нравственных качеств, научных познаний и интеллекта. В октябре начался второй этап семинаров для имамов. Обучение – это постоянный процесс, который включает как светские, так и религиозные предметы. Хадисоведение, просто хадис, можно сказать. Фейх, тавсир, потом история масхабов, течение в исламе. А светские предметы – это такие предметы, как риторика, национальная культура и религия. Потом – IT-технология, еще госполитика в религиозной сфере. Параллельно идет продвижение имамов нового поколения, которые имеют научные степени, углубляют свои знания, в том числе в сфере информационных технологий. Среди них и имам Центральной мечети Нуркамал Мизираимов. Более восьми лет он читает Куран на праздничных айт-намазах на площади и крупных религиозных мероприятиях. Я окончил кыргызско-арабский факультет КГУ-100. Два года проходил курсы по изучению Корана, постоянно повышая квалификацию за границей. Участвовал в семинарах, организованных фондом «Иман». У наших имамов в целом глубокие знания, но мир не стоит на месте, и мы должны постигать новые знания и предметы. Нуркамал призывает своих коллег быть социально активными, больше работать с населением, имея достаточный опыт и знания. Сейчас он сам проводит тренинги, в том числе для женщин. Изначально имамы должны были просвещать население. Первая кыргызская интеллигенция, отцы-основатели кыргызской государственности, учились именно в религиозных школах. На днях в Аше я провел семинар для женщин на тему «Чистота в исламе». Фонд «Иман» объявил конкурс на лучший костюм для имамов. Священнослужители часто выезжают за границу и представляют нашу страну, потому одежда должна включать национальные орнаменты.